Всем привет! Это наше первое интервью. Я сейчас буду задавать Александру разные вопросы. Он еще не знает даже какие. Мысли на эти вопросы навеяла меня моя подруга. Так. Вот. И вопрос звучит так. Александр, как вы считаете, если женщина, находясь в отношениях и любится мужчину, если она чувствует и видит, что мужик ее, откровенно говоря, тупит и идет не туда, как ей быть? Просто сказать об этом. Что ты тупишь. Что ты, да, ты тупишь. Ты не туда идешь. Я это чувствую, вижу. Хочу, чтобы ты прислушался ко мне. И я, ты знаешь, мои намерения самые искренние, самые чистые к тебе. Я хочу, я вижу твой потенциал, я вижу твои возможности. И знаю, что тебе лучше подкорректировать твое направление, чтобы добиться успеха. Ты можешь попробовать, но остаться на своем. Да? Никто же тебе не мешает попробовать. Правильно? Ему. А вот если эта женщина долго не чувствовала себе права, например, как-то говорить так с мужчиной, или пыталась сама как-то все исправить, или вообще чувствовала себя долгое время, хорошая девочка, играла в хорошую девочку, и у нее накопилось, что она даже сама не знала, сколько в ней накопилось боли, обиды. И вот это как бы чувство, что за херня, которая ее разрывает просто, и она приболевается в ненависть. Что ей с этим делать? И она как бы не знает, как с этим быть, потому что хочется все разнести, и его к чертям разнести, и самой при этом стыдно, и само себя как-то за это он корит. Вот как быть? Ну, первое, что нужно сделать, конечно же, успокоиться. Ну, вот это отпустить все, да, можно прокричаться, там найти свой способ, да, чтобы вот это все вышло, негатив, заряд этот сильный. Вот, и потом просто спокойно переговорить, попросить этого диалога, вызвать человека на разговор, и прям выложить все по пунктам, но чтобы это было не насильственно, да, то есть чтобы это было не токсично, чтобы человек выстроил диалог, но при этом сказал все, что хотел сказать, да. Высказал, чтобы она высказала про ей больно, что ей обидно и так далее. А вот как ты считаешь, а если, например, она так уже делала, высказывала и просила, призывала к каким-то изменениям, а мужчина, ну, как бы слушал, вроде соглашался, а изменений никаких не делал. Ну, я думаю, что тогда резонный вопрос задать, почему, спросить, почему. Не делает. Почему не делает, почему одно и то же, и ничего не меняется, вот, где прогресс? Мы же все-таки люди, мы стремимся к прогрессу, к улучшению, и если мы чувствуем застой какой-то, да, нам нужно с ним что-то делать, нам нужно его разбавлять как-то, вычищать, поэтому резонный вопрос спросить, а почему ничего не меняется? Может быть, он как раз сможет ответить, что у него какие-то есть внутренние проблемы, может быть, ему поддержка, наоборот, в этом нужна, потому что женщина, она же сильная, да, и в ней много силы. Может быть, женщина как раз может предложить свою помощь, да, я вижу, что ничего не меняется изо дня в день, я бы хотел помочь изменить это, и мы можем вместе сделать и прикоснуться к звездам. Хорошо, а вот как ты считаешь, Александр, если мужчина так привык, не видит, ну, мужчины, как правило, они такие же, упёрты, упрямы, да, там, у них свой путь, как бы, вот, они идут к нему, и если он этого как бы не видит, и не прислушивает и серьёзно к словам женщины, ну, то есть, вот в этом случае, как ты думаешь, имеет ли смысл у женщины разнести всё к чертям? Ну, вот если раз сказала, два сказала, три сказала, четыре сказала, а он как бы не вникает, или как бы не может вникнуть в глубину её слов, вот в этом случае, вот этот заряд, который в ней поднимается, заряд боли, обиды, это ненависти, как ты считаешь, это тот заряд, который может, по сути, сдвинуть всё с мёртвой точки, и, по сути, как бы разбудить просто мужика от снаска, да это что, вообще, что ли? Я думаю, здесь два исхода этого события, да, либо разнесётся всё как бы к чертям, и вообще оно разнесётся, и людей разнесёт, либо они, наоборот, проживут это всё, соберутся обратно, и у них какой-то начнётся новый этап жизни, потому что, как правило, за такими вещами он следует. Я считаю, что, да, женщине уже, если действительно пришло до такой точки, да, что, ну, ничего не меняется, ничего не сдвигается, говоришь, толку нет, уже действительно пора включать госпожу... Калли? Калли, да, госпожу Калли, которая помогает волшебным пинком всё изменить в этом мире. Не зря женщина у нас создаёт жизнь, и также её и возрождает, так что... Там, где она чувствует, что эта жизнь стремится к угасанию, она её возрождает. Да, она может, да. Женщина великая в этом плане, она, конечно... Я всем женщинам желаю почувствовать своё величие, потому что вы, на самом деле, уникальны, и просто нужно это самим осознать внутри, и потом, конечно, мужчинам это принять, вот эту сильную, на самом деле, энергию, которая не хочет вас сделать вторым или, там, какой-то матриархат обозначить, да. Нет, на самом деле, женщина хочет... хочет сделать тебя творцом, просто лучшим творцом в мире. Вот тогда, да. Тогда всё пойдёт, всё начнёт крутиться. Вот, как ты считаешь, Александр, вот это вот женское безумие, вот это эмоциональное... Ваааа, тарелки там бьются, я ненавижу хлопки дверью. Это безумие или это женский инструмент, на самом деле, и очень важный инструмент, и в итоге-то очень действенный? Да, это действенный инструмент, и... Просто мы говорим о таком уже крайнем, да, просто уже когда точка кипения, уже где-то просто она вот на самом верху, и на самом деле задача мужчины, чтобы женщина вот так не взрывалась всё время, нужно с ней разговаривать, потому что женщина, она... Она на самом деле ежедневно эмоционирует, в ней бурлит страсти, в ней бурлит энергия, и важно с ней это, чтобы она делилась с тобой, чтобы ты мог её услышать, тогда не будет вот этого бах, там всё разорвалось, и ты в шоке сидишь такой и думаешь, мама родная, что вообще произошло? Да, вот поэтому... Просто равновесие нужно в этом искать. Конечно, когда бьют и рушат всё, да, кому это нравится? Конечно, никому не нравится. Поэтому разговаривайте со своими любимыми. Скажите, Александр, а помогало ли вам в жизни совершать вот эти скачки трансформационные, в развитии, в своём как бы... в каком-то застоявшемся этапе жизни, надо перейти на следующий уровень? Именно... Такое женское поведение, именно такие ситуации, где женщина переставала уже контролировать этот гнев, и просто во всей красе его проявляла. Может быть, со стороны это выглядело некрасиво, но на самом деле это потрясающе в своей такой форме. То есть на твоей жизни отражалось ли это? То есть играло ли это важную, сильную роль? Конечно, это играло очень важную роль и играет по-прежнему. И на самом деле всё менялось всё время после вот такого женского вулкана, в который ты окунулся и вылез, как заново рождённый. Потому что начиналась новая какая-то струя, и она была более такая жизненная, более интересная, свежая. Поэтому женщины, они очень умеют, конечно, обновлять это дело, обновлять вообще вот эту жизненную струю, когда застой, на самом деле, про который мы говорили. Это потрясающее качество. Просто я думаю, что женщине нужно научиться им пользоваться, так, чтобы это не было настолько разрушительно. Потому что, понятно, женщина может всё разрушить, нахрен, да? Жечь дом там, я не знаю, лес там, или ещё что-нибудь. Поэтому важно, конечно, взаимодействовать с этой силой. Я был бы рад, если бы ты рассказала женщинам, как с ней взаимодействуешь. Мне кажется, у тебя хорошо получается с ней дружить. Но это не сейчас, да? Ну, сейчас, ну, сейчас тогда мы завершим. Да. Мы всё сказали, и я в завершение скажу о том, что мы просто, женщины, мы привыкли этого как-то бояться, считать, что это ненормально, так чувствовать, настолько интенсивно, настолько сильно. И что это такое выражение своих эмоций вредит окружающим, вредит нашим близким и разрушает отношения. Но это заблуждение. Это заблуждение. Ну, и мужчины чаще всего боятся таких женских эмоций. Но это только до поры до времени, пока они сами не видят и не чувствуют, что это на самом деле потрясающе в жизни им помогает. Как будто они сели на коня, знаешь, на эту энергию, но это такой конь, и поскакали просто совершать свои подвиги. И именно женщина ответственна за то, куда движется пара, за её душу. Потому что женщина оберегает её, этот очаг, этот огонь, вот эту душу. И женщина всегда чувствует, когда пара, направляйте, движется куда-то не туда, что мужчина куда-то свернул не туда, или где-то, наоборот, подзастрял, и нужно уже его вытащить. Она это чувствует, и она не может от этого сбежать, она не может сделать вид, что это не так, что она этого не ощущает. Это про предательство, про предательство себя, потому что она всегда очень верно чувствует. И это задача женщины, выражать это, говорить и, по сути, направлять. Вот, все эти поговорки о том, что мужчина голова, женщина шея, они не на пустом месте, потому что женщина направляет из-за своей очень высокой чувствительности. У мужчины просто другие задачи, они не могут настолько же сенситивно воспринимать жизнь, воспринимать путь, и вот все эти тонкие нюансы, которые ощущаем мы. Поэтому всё, что мы чувствуем, и всё, что в итоге выражается в недовольстве, в каких-то претензиях, в ворчаниях, оно всё не на пустом месте. И если взглянуть поглубже, имеет под собой важную причину, на которую стоит прежде всего посмотреть со мной, а потом показать это своему мужчине. Потому что это однозначно путь к трансформации, к изменениям, и явно к большей близости, любви, доверию и так далее. И просто вопрос в том, к чему вы идёте. И за это ответственна женщина. Вы идёте просто к тому, чтобы было удобно и комфортно. Это один путь. И тогда женщина будет стремиться молчать, лишнего не сказать, ничего. Либо это путь к... Просто путь развития, путь трансформации, путь познания этого мира, познания себя, познания друг друга и познания любви. Что мы знаем о любви? Это же огромный путь длиной в жизнь. И этот путь требует смелости, храбрости и мудрости. Поэтому, дорогие женщины, не бойтесь себя и не бойтесь своих чувств, своих эмоций и своей силы. Со временем просто вы научитесь проживать их так, чтобы не испытывать ни чувства вины, ни разрушать при этом себя. А будете делать это очень красивым, здоровым образом. За благо своей семьи.